Сначала, что в современном мире реально используется количество микроархитектур для процессоров кубчатого назначения, оно в общем-то не очень большое. Самое популярное в среде для домашних пользователей, для серверов, это, понятное дело, уже сейчас x86 почти без вопросов. Также существует большой класс разной встраиваемой техники, типа роутеров, киосков и так далее, на MIPS. До сих пор жив PowerPC, не так давно они открыли инициативу OpenPower, может быть еще архитектура получит дальнейшее развитие, может из нее что-то интересное получится. Она больше как серверная архитектура или для каких-то промышленных маршрутизаторов. И как ни странно, существует еще из распространенных архитектур это ARM, при том более того, ARM по статистике является самой распространенной микроархитектурой в мире, потому что каждый год продается более 50 миллионов устройств, содержащих ARM-овские чипы, тупо по количеству устройств, за счет смартфонов, за счет таблеток, за счет различных киосков, за счет NASA и так далее. За счет всего этого она именно по количеству используемых устройств является самой популярной в мире. Более того, если немножко подробнее о самой архитектуре, о самих архитектурах, то есть можно из того, что здесь есть, разделить все дело на два класса. Внешне CISC X86 единственный, кто этим до сих пор пользуется, несмотря на то, что внутри ему далеко не такой, как был раньше. А все остальное это представители риска архитектуры, то есть у них относительно простые команды, большое количество регистров, ассемблерные команды делают какое-то относительно маленькое количество действий, хотя это тоже не совсем так на самом деле. Потому что особенность набора инструкций того же ARM в том, что в заключении грядущего ARM V8, 64-битного, каждая инструкция в ARM имеет префикс, который позволяет делать условные ветвления для каждой конкретной инструкции. Ну, как, например, вариант. Потому что это далеко не такая простая вещь, как кажется. Ну, собственно говоря, немножко есть об истории, то ARM, архитектура ARM, она довольно старая. Точнее, как бы она, на самом деле, за всю свою историю менялась несколько раз. Изначально это делалось под микрокомпьютеры в далеком 85-м году. Делался, по-моему, конкурент BBC Micro, если я правильно помню, называлась машина. Компания делала конкурент, они решили не брать какие-то существующие процессоры, а сделать первый вариант на каком-то своем, чтобы он был в дешевом производстве, простой. Ну вот, и более того, они как бы, то есть в те времена были распространены, там 8- и 16-битные процессоры, они решили сделать 32, так сказать, немножко выпендриться. Более того, затем они потом продолжили развивать и в 87-м году выпустили ARM2, который был сильно усовершенствован, он стал сильно быстрее, но при этом им совершенно не понадобилось, когда они хотели сделать графический интерфейс какой-то для своей системы. Потому что тогда началась некоторая легкая мода на хоть какую-то графику, не только текстовый режим. Собственно говоря, у них был выбор либо взять Motorola 68K, либо сделать что-то свое, продолжить развитие своей архитектуры. И они выбрали второй, потому что Motorola 68K содержала порядка, те варианты, которые тогда продавались, они содержали порядка 40 тысяч транзисторов, а им удалось упихать примерно на ту же производительность 35 тысяч. Сэкономили место, сэкономили деньги на производстве и вроде как жили. Дальше было на самом деле несколько архитектурных, то есть у них был ARM4, ARM5 и так далее, но о них говорить они не очень любят, потому что примерно это все было продолжение развития старой архитектуры. Старая архитектура была фон Неймановская. Они, скажем так, начали столкнуться с тем, что производительности именно самой архитектуры уже не хватает. И где-то в районе ARM6 они переделали архитектуру, выпустили первый процессор с обновленным набором инструкций, отказавшись от половины Legacy вещей, потому что изначально ARM имели 26-битную адресацию. Позже этот режим 26-битной адресации они тянули как раз таки до ARM6 с собой. Они от этого отказались и заодно переделали саму архитектуры процессора на более привычную гарвардскую, что позволило им сильно поднять скорость работы всей системы в целом. Затем также из того, что следующее известное это был ARM7, потому что контроллеры на базе микроконтроллеров, потому что микроконтроллеры на ARM7 до сих пор используются в различных процессорах для обработки видео, для декодирования звука и так далее, потому что чип отлаженный, очень простой, производительности хватает, тем более особенно если основное количество работы делать какое-нибудь внешнее что-то действие. Много и не надо, а чип производства довольно простой. По-моему в 2006 году, если я правильно помню, у них более половины выручки и половины продаж приходилось именно на ARM7, хотя, казалось бы, как раз таки время, когда начался бум смартфонов, количество девайсов начало расти быстро. Тем не менее, это так. Также специально для применения микроконтроллеров они ввели специальный режим. То есть изначально у ARM все команды были ровно 32-битные, то есть 32-битные, ни шагу стужило. Не было никаких плавающих размеров, не было никаких дополнительных режимов на этот счет. Но требования в микроконтроллерах и применения в какой-то там совсем строенной техники, хотелось бы использовать как можно меньше памяти, в том числе и для кода. И они ввели специальный режим, в котором инструкции были 16-битными. Они работали медленнее, у них было достаточно половины набора регистров всего лишь навсего. У них там исчезли условия для каждой команды, но тем не менее, зато оно позволяло записывать код компактнее. И при, например, 16-битных решении данных это позволяло добиться даже некоторого ускорения по сравнению с обычным ARM режимом. Дальше был некий период, который, наверное, уже многие помнят, это ARM8, это Strongarm, первые серийные КПК на каком-нибудь Windows, Palme и так далее. То есть это уже начало эры КПК, когда процессоры стали достаточно мощными, при этом у них все равно набор команд оставался... Точнее, с набором команд там тоже все очень странно, потому что они обновляли набор команд, то есть первый ARM1, ARM2, ARM3, ARM7 были в двух вариантах с набором команд от ARM3 и с набором команд от ARM8 и так далее. То есть в этом плане у них еще дальше будет очень много всего интересного, к сожалению. Да, при этом ARM сами выпускали ARM8 процессоры, но только распространение они практически никакого не получили, использовались, насколько я помню, в каких-то VoIP-телефонах, а в основном получил распространение Strongarm, то есть ARM8 совместимая архитектура. Дек лицензировал у них набор инструкций и реализовали архитектуру полностью с нуля, получили производительность в четыре раза выше, чем сделали сами ARM. И именно эти процессоры получили какую-то популярность. Позже их там получили дальнейшее развитие в виде итловского X-кейла, еще после Марвеловского и так далее. Из-за того, что потом появился ARM9, это конец эры КПК, начало эры смартфонов было, то есть у них скорость при этом все равно осталась относительно низкой. У них до ARM9 не было какого-то стандартизованного ФПУ, то есть все операции с плавающей точкой эмулировались в основном через целочисленные вычисления, эмулировались людьми с нестоятельностью, кто как хотел. В ARM9 появился какой-то стандартизованный ФПУ, но, по-моему, его так никто вообще не использовал никогда. А что-то более-менее нормальное появилось с ARM11, это то, что используется в Raspberry Pi ядро. Кстати говоря, это довольно забавный факт, что Broadcom, когда делал чип, который упаснул в Raspberry Pi, они делали там же, по сути, фактически два независимых ядра, и главным является видеоядро, которое тоже имеет какую-то свою внутреннюю рископодобную архитектуру, и которое, собственно говоря, инициализирует ARM ядро и передает ему управление при загрузке. Да, это вот очень, собственно говоря, при загрузке Raspberry Pi, это загрузка микрокода для видеоядра, который передаст управление обычному арморскому ядру, который уже загрузит ядро Linux. В 2011, несмотря на то, что в те времена были уже и Cortex-A5, и Cortex-A8, куда более производительные и более перспективные, но выбрали они потому, что у них были строгие требования по размерам энергопотребления чипа, и туда просто ничего кроме не влезло физически. Да, и в итоге теперь имеем то, что имеем. О производительности этого всего дела я потом еще немножко скажу. Ну и, собственно говоря, Cortex это дальнейшее развитие архитектуры, которое позволило поднять планку производительности довольно сильно, и на самом деле современные ARMовские процессоры, они, в принципе, вполне себе на равных могут, тупо по вычислительным ресурсам, могут конкурировать с атомами интеловскими. То есть о конкуренции скоро, там, i5, речи, конечно, нет. Ну, как альтернатива атома для каких-то там проектов, вполне можно использовать. Ну, собственно говоря, то, что будет дальше, это ARMv8, теоретически, если иметь очень большое количество денег, можно купить. И сервера на ARMv8, на Cortex 57-х. Теоретически есть, где-то есть мифическая плата от ARM для разработчиков, которая очень медленная, очень дорогая, но при этом позволяет разрабатывать... Ну, как бы она служит для компаний, которые разрабатывают ПО и процессоры одновременно, для производителей смартфонов, чтобы они уже могли начать отлаживать софт уже сейчас, а железо потом перенести на то, которое будет использоваться в продакшен. Ну, цены таких решений, они, на самом деле, совершенно безумные. Там, тысячи долларов, то есть, если я правильно помню, у них последняя платформа для разработчика стоила порядка пяти тысяч долларов. Да, и, собственно говоря, у домашних пользователей она не встречается пока. Ну, собственно говоря, все, на самом деле, ждут до сих пор железа. Кто-то ждал, что на Google I.O. анонсируют планшет на ARMv8, но, тем не менее, не сложилось. Пока все по-прежнему сроки, все называют конец этого, начало следующего года по каким-то реальным инструментам железка. Да, ну, я уже упоминал, что, на самом деле, ARMv8, они, фактически, дальнейшее развитие архитектуры, то есть, они увеличили количество доступных регистров, они улучшили SIMD, сильно улучшили, потому что, ну, фактически удвоили количество регистров доступных для SIMD для расширения. А, ну, да, исторически у ARMv все SIMD, FPU и так далее реализуются в виде со-процессора. У них есть специальный процессор, специальный режим доступа к со-процессорам. Вот. И это реализуется чисто исторически. И при этом, как бы, ARMv8, он, фактически, имеет обратную совместимость, понятное дело, с предыдущими. Сидулбитный режим, все как у x86, то есть, они как у md64. И при этом по самому набору инструкций они фактически ничего стараются. Ну, то есть, в ARMv8 они выкинули условия для каждой команды, то есть, привели его ближе к тому, что было в тамбе раньше. Ну, то есть, кому-то есть в тамбе, точнее. Ну, фактически ничего нового они туда не добавили, старого особо не поудали. Ну, и, собственно говоря, основные проблемы именно с запуском Linux, то есть, не будем рассматривать запуск именно Android, потому что производитель Android поддерживает, поддерживает иногда плохо, ну, хоть как-то. Проблема возникает в основном следующая, что, во-первых, отсутствуют драйвера на части, то есть, отсутствуют какие-то, даже зачастую бинарные драйвера для части железа. То есть, Android, он не использует, то есть, 2D-ускорение под Android, оно в основном сейчас реализуется через OpenJFES. И хоть там видеоядра подарок теоретически, многие поддерживают 2D-ускорение, но реально на работающих драйверов там раз-два и обчелся на это все дело. Сами 3D-драйвера, как бы, Android не используют, у него свои драйвера. И, соответственно, их либо прикручивать через LibHibris и использовать Wayland, либо искать какие-то альтернативы. То есть, там, для Mali немножко повезло, там, Mali-400 от реверс инженерами довольно хорошо. Там, Mali-600 и 700, у Google есть Chromebook, там запущены X-ы, там есть Mesa, там есть X-овый драйвер какой-то, плохо работающий. Вот, для, ну, Nvidia, они сейчас выпускают, для последних чипов они выпускают просто набор для, то есть, там, нормальный X-овый драйвер, ну, относительно нормальный X-овый драйвер, относительно нормальный OpenJL, ну, все как всегда. Как с проприторными драйверами под большие видеокарты. Вот, с Qualcomm есть Adreno, есть проекты по реверс инженерингу, там тоже более-менее все хорошо. Ну, Mesa нестандартная, надо брать, там, надо брать из GTA того автора, того человека, который это все дело пилит. Пересобирать в каждом конкретном случае, ну, как бы там есть хоть какой-то прогресс. Вот, по PowerVR практически ничего нету, потому что PowerVR, извечная компания, которая говорит, что мы не хотим этим заниматься, нам Linux особо не интересен, вот, те, кто интересен, могут нам заплатить, мы им все сделаем. Вот, и получается, в общем, то, что получается сейчас, то есть, с подаром, по-моему, драйверов, X-овых драйверов нет в принципе, если я правильно. Ну, по-моему, вообще не подо что. Ну, то есть, есть какие-то попытки open-source, там не работает ни 2D ускорения, ни 3D ускорения, ничего. Под, соответственно, PowerVR, оно, на самом деле, используется не только в ARM, но и в некоторых интеловых процессорах. Там были Atom, там, 2000-й серии, например, в которых использовался PowerVR и назывался Intel GMA500, GMA600, GMA600 и так далее. Ну, там, там народ даже под виндой, в общем-то, ругается на то, что это байда нифига не работает. Чтобы косяков больше, чем польза. Вторая проблема в том, что поддержка, как бы, в мейнлайне есть у единичных платформ, в основном очень старых, которые просто хорошо, народ в свое время хорошо постарался и впихнул код в мейнлайн. То есть, это, как бы, какие-то, там, КПК уровни 2003 года. Сейчас некоторые производители, то есть, там, тот же Буратком пытается впихнуть много кода, чтобы Raspberry Pi полностью работал на мейнлайн-ядрах. Вроде у них это, кстати говоря, более-менее даже получилось на данный момент. Там, Nvidia тоже пытается для своих теггов впихать код в мейнлайн и убрать от себя поддержку этого всего дела. Но при этом есть ряд производителей, которые на это совершенно плевать хотели. То есть, там, тот же Samsung с Exynos, у них есть их ядро, выдаваемое производителю конкретной платы, который его допиливает, и в мейнлайн-код туда практически никакой не идет. То есть, здесь какой-то комьюнити пытается что-то делать только вот в этой ситуации. Из-за этого большое-большое количество проблем, довольно старые ядра, их мало кто обновляет. Какие-то, там, местами странные решения в этих самых ядрах, которые приводят, то есть, вызывают больше боли, чем польз приносится. То есть, с этим приходится либо мириться, либо... Либо искать что-то, что поддерживается нормально. Ну и проблема в том, что сами чипы в основном рассчитываются под какие-то смартфоны, там, не знаю, какие-то киоски, банкоматы, может быть, и что-то в таком духе. У них очень скудный набор периферий, то есть, там, найти армовый чип, у которого есть серия лота, это тоже большая проблема, фактически, там, кроме Marvel, Allwinner и последних NVIDIA, больше никого, в общем-то, и нет. Реально хоть сколько-нибудь там мощных. Вот. Аналогичные проблемы... А, и еще этот, еще фриски есть, да. Еще аналогично, на самом деле, со всякими сетевыми картами. Зачастую с этим тоже большая проблема, потому что зачем кому-то нужен Ethernet, когда можно... Когда обычно все равно вешается какой-нибудь, там, Bluetooth плюс Wi-Fi на какой-нибудь Sdio и вполне нормально работает. Поэтому этого тоже в чипах зачастую нет. PCI-Express идет, опять же, туда же, потому что где в смартфоне... Какой PCI-Express в вашем смартфоне может быть? Ну, что-то производители руководствуют именно такой лотикой. Это, в общем, большая проблема, потому что, ну, здесь, как бы, тоже не стоит... Не стоит искать... Не стоит брать первые попавшиеся клаты, а стоит понять, зачем она нужна. Ну, собственно говоря, примеры жилого железа, понятно, известные Raspberry Pi, которые почему-то одно время пытались пихать вообще куда только... Ну, в общем, везде. Но, фактически, реально у железки... То есть, жилетка очень слабая по современным меркам. То есть, она там в разы слабее low-end смартфонов, которые продаются... Китайские продаются, там, по тысяче рублей штука, грубо говоря, на алиэкспрессе. Но при этом ее пытались одно время пихать куда угодно, хотя, по сути, платформа изначально позиционировалась как... Просто для ознакомления, там, не знаю, обучения детей программированию или что-то в таком духе. То есть, ну, максимум, во что ее можно прикрутить, это куда-нибудь, не знаю, какой-нибудь не очень умный домашний кинотеатр, потому что аппаратный видеодекодер у нее работает хорошо. Ну, правда, опять же, стоит учитывать, что аппаратный видеодекодер – это все ограничения, то есть, там, H264 оно тянет, ВП8 какой-нибудь не тянет, расширение всего не планируется, потому что в железе есть только H264 и UPEG-2, ну, и так далее. И, соответственно, естественно, там, H264 – это, скорее всего, только ограниченный набор профилей, там, какой-нибудь 10-битный цвет, если, не дай бог, попался в равке, в скаченном файле, то, естественно, он поддерживаться не будет, ну, и так далее. Ну, вот, это извечная беда. Ну, во-вторых, у нее довольно мало памяти, особенно у первых вариантов, который у меня, например, был, там, 256 метров оперативки, из которых примерно, то есть, по умолчанию, то есть, рекомендуется для 64 мегабайта отдать под видеоядро, ну, самый минимум – это 16. Вот. И, соответственно, естественно, памяти остается вообще, фактически ничего не остается. И, на самом деле, это, то есть, как бы, это может быть хорошая платформа, там, чтобы сделать какого-нибудь робота, и то, на самом деле, с учетом там, можно поискать что-нибудь более энергоэффективное уже в данный момент. Вот. Это хорошая платформа, чтобы сделать, ну, не знаю, там, ну, опять же, там, домашний кинотеатр, условно, да. Вот. Но, как бы, для чего-то еще, скорее, скорее, нет, чем, да, потому что, ну, работает оно реально медленно. То есть, там, ну, то есть, как бы, с SD-картами у нее тоже большие проблемы, потому что скорость чтения записи, там, ну, то есть, оно, как бы, даже на самых быстрых картах, оно, там, класс 10 современный, прокачать оно в USB-состоянии. Сеть у нее висит на USB, поэтому тоже со всеми вытекающими оттуда, то есть, как бы, любая сетевая активность, мало-мальски серьезная, вызывает довольно высокую загрузку процессора, большое количество прерываний от USB, и система складывается. Ну, вот. Ну, то есть, как бы, при применении, скорее, что-то, что можно унести с собой, но не более того. В дальнейшем, ну, как бы, понятное дело, это были самсунговские хромобуки, потом HP-шные хромобуки на ARM-ах. Популярности у них, как-то, на самом деле, не очень, не очень они сыскали. Хромобуки в России, они вообще не популярны практически. За границей чуть лучше, вроде как, судя по статистике, даже довольно хорошо. Тем не менее, ну, армовые хромобуки стоили почти столько же, сколько на какой-нибудь Core i3, а производительность, производительность была в два-три раза хуже. И народ, как бы, замущался, типа, вот, у меня там тормозит, что, что за фигня, не по нему. А? А по энергоэффективности они были легче, у них была хуже батарея. Работали они столько же. Ну, туда просто поставили там батарею, не помню, не помню сколько там. Что-то в районе 30-ти ватт-час они поставили батарею туда, а от нее работали там, не знаю, часов 7 в режиме, там, просмотра видео на YouTube. Как планшет, примерно. Ну, то есть, как бы... А? Кулер у них в хромобуке есть. Есть, он работает, то есть, как бы, он не нужен для работы, он нужен для того, чтобы эта штука не обжигала тебе ноги, когда она стоит у тебя на коленях. Потому что с отключенным кулером его можно отключить через CISFS, у них управление реализовано, но при этом эта штука при нагрузке будет разогреваться до 60 градусов, до 60 градусов процессор и, как бы, там, не знаю, держать 40 градусов штуку, у которой температура корпуса 40 градусов не очень приятно. Удовольствие еще то. Я думаю, по использованию телефонов это многие знают по себе. Вот. При этом на нем, в общем-то, можно запустить Linux, но у нее есть тоже ряд... Ну, в общем, ряд, на самом деле, ряд проблем, потому что OpenGL-драйвер написан самим ARMом, ну, то есть, да, со самим ARMом, LibGL-ES написан. Работает он плохо, мягко говоря. Можно тоже поискать там вопли людей, которые пилят всякие эмуляторы, насколько все плохо в ARMом мире с драйверами. Ну, то есть, реально эта штука позволяет запускать ровно одну задачу. Если у тебя появляется какое-то второе приложение, вводящее через GL-ES, то у тебя в лучшем случае будет мусор на экране, в худшем случае Кернео Паник. То есть, до такой степени печально. Ну, то есть, либо ты включаешь какой-нибудь там, какой-нибудь KDE с композитингом, потому что, кроме KDE, по-моему, OpenGL-ES, ну, кто-нибудь больше не умеет. А, E17 еще, по-моему. И получаешь нормальную скорость отрисовки окон, потому что 2D-драйвера там нету, ну, то есть, как бы, 2D там не работает никак, скорее. Как всегда. Да, сам Google поступил просто. У них, они запускают Chrome, скомпилированный в специальном режиме, который сам себе Windows Manager, сам себе, сам себе все, грубо говоря. Притом запускается он с поддержкой OpenGL есть ускорение, и, соответственно, работает шущество. Вот, они эту проблему решаются вот таким образом. Точнее, у них эта проблема просто не возникает. Вот, но при... Вот, при этом по скорости, там, по скорости работы, на самом деле, жилетка довольно, довольно, работает довольно прилично, и, там, не знаю, по скорости там сборки софта, потому что, ну, потому что я, как бы, сон сон сижу на кенте и стараюсь... Вот, и даже на такие железки иногда ставлю кенту, вот, кроме Raspberry Pi, потому что там это сделать практически нереально. То есть, это должна была очень такой, большой долей мазохизма внутреннего. Chrome OS, да, используют иксы, поэтому там есть иксовый драйвер, который можно оттуда выбрать. У них, более того, он даже выложен в open source. Точнее, на самом деле, это форк ленаровского драйвера, который немножко был допилен. Ленаровский драйвер, который был вообще, как бы, общий драйвер для всех чипов, использующих таллинг для рендера картинки. Какой-то такой, то есть, для... для PowerVR-ов они пытались сделать драйвер, потом они поняли, что Mali похож по архитектуре, поэтому они не стали городить новое, они там добавили в поддержку Mali. Потом поняли, что с PowerVR у них ничего не получается, выкинули PowerVR. Ну, в общем, как всегда. Да, из... на самом деле, ну, из того, что еще у меня есть, из того, что свежее, это NVIDIA Jetson, который на тегре TK1, куда NVIDIA воткнуло 4 ядра Cortex-A15, которые последние из того, что сейчас продается, ну, из того, что можно сейчас купить. Куда они, правда, зачем-то воткнули всего 2 гига оперативки, хотя очень хотелось бы 4 на такой машинке. И куда они воткнули свою видеокарту, притом не полностью с нуля сделанную, как там в TG-4, TG-3 и TG-2. В общем, там были очень большие проблемы с драйверами, там владельцы какой-нибудь Toshiba C100 могут об этом сказать, да. Ну, там просто ситуация в том, что там был, если я правильно помню, там был kernel space interface, через который юзер-спейс лимбинарник в виде демона общался какими-то командами. Ну, у них какая-то очень странная структура была, какая-то неестественная. Ну да, на самом деле у Jets, например, такие же проблемы, потому что они не используют. То есть у них, проприетарный драйвер, у них опять же собственный, но хотя бы по возможностям, похожий на обычный десктопный. Он хотя бы не падает? Да, он при этом не падает, работает достаточно стабильно, работает достаточно стабильно, даже работает нормально OpenGL, можно поставить какую-нибудь игрушку, поиграться, собрать какой-нибудь, не знаю, третий Quake, или патчный четвертый дум open-source, третий дум open-source, конечно. Ну, да, есть порты третьего дума под UGL ES, есть, ну, лучше говоря, исходим все под Linux. Можно собрать, поставить, поиграться, получить даже приемлемую скорость работы в этом дело. Как-то не странно. При этом они пытаются двигать, вот в этом плане они пытаются даже сами пилить open-source драйвер. Но у него есть куча проблем, опять же, на данный момент. Они его пилят. То есть, проблема в том, что видеоядро там висит не на PCI-ной шине, а на ARM-овской, родной. То есть, это не PCI-express устройство, а это подключенное напрямую, как аксопроцессор к ARM-у. И там X-Server, например, это не умеет. Более того, это также не умеет даже Wayland, и их приходится и тот, и другой. Для Wayland есть патч, для X-Server, по-моему, какая-то пачка включилась в 1.16, но какая-то не все еще. Поэтому X-E там не запускаются, в принципе, еще с открытым драйвером. Wayland можно, поставив один не очень большой патч, запустить Wayland, получить 3D ускорение open-source кое-как работающее. Они же туда впилили реклокинг нормальный. Даже по скорости не настолько печально, как на десктопе. Этим хоть как-то можно пользоваться. Даже на этом жить примерно постоянно. Ну и, собственно говоря, по поводу тестирования. Тесты я проводил, на самом деле, не очень. Меня просто спросили, насколько реально на Raspberry Pi поднять что-то более-менее серьезное с PHP. Поэтому тест, на самом деле, тест делался немножко в спешке. То есть, конечно, по-хорошему, надо составлять нормальную методику тестирования. Тестировать там отдельно процессор, отдельно память. Составлять какие-то наборы типичных задач. Тестировать это все не WordPress, а чем-то быть более вменяемым. Ну, собственно говоря, как пример какого-то довольно популярного, но при этом жирного движка это я выбрал WordPress. Ну, просто выбрал. При этом не ставил vp-кэш, то есть кэширование WordPress и динамики я никак не настраивал. Опять же, для того, чтобы протестировать именно скорость работы самого PHP. Насколько это вообще будет жить и насколько этим можно будет пользоваться. Ну, как бы, MariaDB, потому что это было в JSC на Raspberry Pi, было в Genentee на Jetson, в Genentee на Note, опять же. ну вот. Ну, и engines рядом, как веб-сервер, чтобы просто еще лишнего пощата не ставить. Ну и, собственно говоря, по поводу результатов. Примерно получились вот такие вот замечательные цифры. То есть, что Jetson выдает даже приемлемую производительность в виде 45 запросов в секунду в пике, и 35 стабильные, которые он держит сколь угодно долго, не падая. Если ему валить 45, то он, в общем-то, держит это, несколько секунд держит, после чего захлебывается тупо по процессору, потому что PHP жирает все, что может. В данной ситуации. На Raspberry Pi 3 запроса в секунду в пике. Вот. Один запрос в секунду, который оно может держать сколь угодно долго. Ну, то есть, как бы, и то, на самом деле, условно, потому что у Яндекс.Танк, честно говоря, то есть, на самом деле, в конфиге стояло вообще, если я правильно помню, 0.8, но на графиках оно будет отображаться как один, потому что округлялось до целого. То есть, реально это меньше запроса в секунду. При том, что загрузка каждой страницы длилась примерно на полторы секунды. шло. То есть, это чтобы ото оценивать. Ну, и ноутбук на обычном, ну, как обычный, двухъядерный Core i7 и Vibrish, как бы, бывает, прошлогодний на 2 ГГц, содержал 90 РПС в пике. То есть, но стабильное количество запросов в секунду в 50, ну, правда, скорее всего, из-за того, что это все дело работало через Wi-Fi, хотя в областных двух случаях это все через нормальную сеть. И, скорее всего, там просто из-за Wi-Fi не получалось долго держать большое количество запросов в секунду. То есть, реально, будет быстрее. Тут вопрос о том, насколько реально это, о том, что сейчас люди пытаются, а вот давайте сделаем сервер на ARMY, а вот там появляется компания, которая продает сервер на ARMY. Вот реально можно получить вот такие цифры. То есть, у Атома будет, может быть, чуть ниже, у современных Атома будет примерно столько же, как у Cortex-A15, но при этом все равно очень-очень мало. Но в серверах на ARMY они же представляют не один чип, а просто... Да, они делают, они как бы выкручиваются тем, что делают там, в двух юнитах, не знаю, сколько там, 48 лезвий, по-моему, что-то вот такое в двух юнитах, вот так вот вставлены, вот так вот встык, вот питание один на всех. Они тупо за счет... А если у тебя масштабируется архитектура на 48 серверов. Ты получаешь... И при этом цена у них получается выше, чем цена хорошего сервера на кому-нибудь там, не знаю, E5-56-60. Получается все равно дороже, при том, что суммарная производительность получается ниже. Правда, энергопотребление ниже. Кому-то это может быть важно. Ну да, и это в том числе. То есть кому-то это важно для каких-то задач, там, не знаю, отдача чего-то быстрого, может быть даже статика какой-то, это вполне может быть хорошим решением. А если отдавать такие серверы, ну, маленькие-маленькие, или совсем маленькие? Ну, мысли на этот счет есть, мысли на этот счет есть, ну, как бы, ну, то есть, сколько можно реально вот при такой, при такой мощности, там, выделить под меня ВПС, каких-нибудь на таком же лезве? Малого, да, можно таки. То есть фактически отдавать лезвие целиком, скорее всего, придется. То есть, как какой-то там, не знаю, это дикий этот сервер очень начального уровня, ну, да, может быть, но, как бы, это пока не популярно. Ни на атомах, ни на армах, ни на ком. Потому что, ну, как бы, HP предлагает, например, плейд-сервера с атомами, плейд-сервера с армами, у них разные серии есть, с разными чипами, разные мощности, разное количество оперативки, разное количество интерфейсов. Ну, обычно в таком сервере просто ставится что-то в районе 8 гигов оперативки, два SATA, вот, и один там, один из близко-топовых процессоров либо на армии, либо на атоме. из последних. Вот, примерно, вот, примерно все на этом. И одна сетевая. Контестра на атоме, да, на сетевая? А, если тебе не нужна нагрузка, ну, то есть, если ты уже вырос из ВПИ, ну, я не знаю на самом деле, честно говоря, какой смысл. Под разработку. Вы используете под разработку? Да, вот, может быть, да, под разработку, как говорят. Может быть, если тебе нужно что-нибудь, не знаю, там, потестировать именно, как с точки зрения масштабируемости архитектуры, как тестовая сетевая какая-то для этого. То есть, тоже, вполне хорошо, потому что, насколько твоя архитектура, твоего приложения масштабируется, ты на этом увидишь. Конечно, реальной цифры для производительности нет, но понять, насколько все хорошо у тебя, ты сможешь. Возможно, опять же, как я уже так положил, может быть, для отдачи статики, потому что, в принципе, этого хватит, тот же engine, какие-нибудь, там, не знаю, десять тысяч рпс на этой штуке на статике вытянет, и все тупрется, скорее всего, в этот момент. Как бы, этого более чем хватит для большинства, особенно если у тебя 48 таких сигаруфлен. Потому что в эти блоки они обычно пихают какую-нибудь, там, обычную оптику, или, как минимум, хотя бы 10 габитная сетка на входе. Внутри стоит свитч и 148 сигару. Что-то такое. Итог. Чаще-чаще даже оптика какая-нибудь. Ну, и, собственно говоря, можно посмотреть, как на графиках выглядит, но, к сожалению, на проекте это не видно. Ну, то есть, что в какой-то момент нагрузка, то есть, как бы, время ответа в какой-то момент было постоянным. То есть, там, полторы-секунды, там, где-то секунды на тяжелые запросы какой-то там динамики Вордпресса, статика отдавалась быстро, там, за десятки миллисекунд по сети домашней, по обычной домашней сети практически. Ну, были средние запросы и так далее. Ну, в какой-то момент начинается рост времени ответа, потому что процессор уже перестает управляться с нагрузкой. И, собственно говоря, в какой-то момент у тебя в какой-то момент запросы начинают тайм-аутиться, и уже ничего не помогает. То есть, процессор тут не исправляется. Это, собственно говоря, на джетсене как было. Раз в Repay это выглядело. Вообще вот так вот. Да, вот если я правильно помню, вот здесь вот эта граница, это пять запросов в секунду было, а вот там вот на времени ответа вот эти вот большие полки это 15 секунд запросов. То есть, там, вот, а где-то вот... Вот где-то вот там проходит секунда. То есть, он в среднем отвечал за чуть больше секунды на практически что угодно, даже на статику. Вот, но при этом, если запустить постоянную нагрузку в виде одного запроса в секунду, то при этом у него хоть время ответа периодически подскакивает до трех секунд, но при этом он еще живет как-то. То есть, вот это о скорости там уже появились какие-то вот такие задачи. Вот, ну, на Core i7 ничего интересного, там, график гладкий, периодически случаются выбросы, в какой-то момент у него по процессору просто... Ну, по процессору он заканчивается. Вот, то есть, там, на самом деле, ничего интересного. Скорее всего, да, потому что там возникают не ошибки, то есть, это не ошибки от Nginx или PHP, а ошибки конкретно сетевые. Так что, скорее всего, это именно сеть, поэтому и предполагаю, что... Нет, у кого? У Raspberry Pi, да, в том числе из-за сети, потому что там сеть жрет порядочно процессора. Да, очень порядочно процессор, вот, все кислополат для этого. Если бы это был отдельный блок в процессоре, оно бы работало хорошо. У кого-нибудь, я не знаю, в Eagle Bond Black, отдельные аппаратные блоки, во FreeScale тоже отдельные аппаратные блоки, оно работает в этом плане сильно веселее. В том же Jetson, тупо на PCI-Express висит реалтековская сетевка, на самом деле, гигабитная. Поэтому у него тоже не сеть проблемы, но проблемы именно процессор. Вот, и с ноутбуком, у меня, опять же, тоже проблема в том, что именно сетевые ошибки начали идти. Ну, точнее, как у Raspberry Pi, они совместно. Там начали лезть и сетевые тайм-ауты, и 500-ки, а только, как бы, 500 старые такие, какие-то тайм-ауты. Полезные. Поставлю то и другое. На ноутбуке у меня просто только Wi-Fi, к сожалению, USB-нета у меня под рукой не было. Так было, конечно, получше, скорее всего. Тоже по Wi-Fi в основном полезны. Первым делом полезны сетевые ошибки, а, опять же, пиковые, обусловленные ростом времени ответа из-за того, что процесс не стал хватать. Точно так же. Ну, собственно говоря, если у кого-то есть какие-то вопросы, могу пытаться ответить. Кьюби-борд или мужчина? Кого? Кьюби-борд или мужчина? Про Кьюби-борд я слышал много хорошего, у меня его, к сожалению, мало не было. Ну, то есть, Кьюби-борды, опять же, они разные бывают у них. То есть, они хороши именно как раз-таки для создания какого-то там NASA, для какого-то, опять же, там, видеопроигрывателя. У них, у младших, у них был Mali в качестве видеокарты, на которой был драйвер, на которой даже какой-то аппаратный видеодекодер работал более-менее сносно, без каких-то извращений и без андроида, то есть на чистом Linux. Можно было поставить XBMC и работать. На старшем там PowerVR, там чуть-чуть похуже, конечно, но там, опять же, сеть там реализована в чипе, SATA там реализована в чипе, пусть и один порт, он поддерживает SATA мультиплексор, то есть можно сделать какой-то домашний сторож на нем вполне хорошо. Или использовать, как, не знаю, там, мозги для чего-то очень умного, там даже умного дома очень, он должен хорошо вполне подойти. Там процессоры по современным меркам, там, у младшего стоит, по-моему, Cortex-A8, ну, то есть он, ну, не то чтобы, не то чтобы очень шустрый, ну, где-то, может быть, на уровне 270-го атома и популярного ранее. Где-то примерно, ну, может, чуть похуже будет, именно по процессорной мощности. У более старших там двухъядерный Cortex-A7, Cortex-A7 в большинстве задач, в принципе, будет, ну, он чуть-чуть медленнее, чем A8, но, как бы, два ядра в большинстве задач все-таки дадут больше скорость, чем у Cortex-A8. Я знаю, что есть люди, которые у нас три года отпустят, да. Да, на самом деле есть такие люди, но я не очень понимаю, опять же, смысл в этом во всем деле, потому что, ну, то есть это скорее, если у тебя нет ничего и тебе хочется поэкспериментировать, поразрабатывать что-то кластерное и протестировать, может быть, имеет смысл. Вот что-то серьезное это лучше не используем пока, по крайней мере. Там какой-то прогресс будет, скорее всего, только в районе ARV8, только тогда, на практике. Про что? Про что? Боюсь, что нет. Может, скажите, может, вспомнить о каких-то платах. Ну, это что-то типа хобби-борда, только у вас чуть-чуть еще одна. На самом деле этих плат огромное количество. Есть там Oneboard на IMX-6, четырехъядерный Cortex-A9 с аппаратной сетью тоже, с Sata и всем остальным. Есть куча плат на китайских ROG-чипах. Многие из них есть какие-то, есть ядра доступные вполне в паблике, и более-менее что-то пытаются пилить из какой-то community. У того же ROG-чипа недавно вышла плата для разработчиков на Cortex-A17. Это как бы дальнейшее развитие. Это ARM пытался предлагать, скажем так, у них сейчас расширение линейки же. ARMv8 это А53, А57, 64-битные. И для тех, кому не нужно 64-бита, но кто хочет чуть-чуть больше производительности, чем дает А15, они предлагают А17. По тестам тоже довольно интересно получается. Тесты, в основном, народ гонял только на андроиде. На андроиде он по суммарной скорости процесса одной части чуть-чуть быстрее, чем даже дегра А15. При меньшей частоте и теоретически меньшем дегопотреблении. В этом плане он может быть даже интереснее. Но у него опять же PowerVR вместо видеокарты. Правда, они обещают, что для оплаты разработчиков они дадут какие-то драйвера иксовые по Windows. Ну, то есть хоть что-то, но дадут. Ну, непонятно, потому что как бы это будет. На прошлой неделе, по-моему, они ее анонсировали, и больше по ней пока ничего не слышно. На самом деле, ARMY это больше, чем только процессор общего назначения. Почему Linux реально запустить только на процессорах общего назначения и топовых МКах, по-моему, микроконтроллерах? По-моему, M4, если я правильно помню, с Memory Management Unit, на котором теоретически можно запустить, что там был полноценный Linux, правда, зачем это надо? Вот такой вопрос. У ARMY, на самом деле, огромное количество разных микроконтроллеров, которые Cortex-M-серия, M0, M1, M2, M3, M4, разной степени, с разным количеством периферий, в том числе имеющие аппаратную сеть, имеющие кучу разных интерфейсов, но при этом обладающих набором инструкций, похожим на набор инструкций от взрослых ARMY, их конкретно реализован только там, ARM-моды у них нет. Можно писать теоретический AR-код. Они работают достаточно шустро, у них большое количество периферий, они довольно популярно выбирают популярность в последнее время. Многие, может быть, видели стендискавери платы, какие-то макеты, как альтернативы каким-то Ардуинам и так далее. И в том числе Ардуино на ARM-модском микроконтроллере тоже существует. Но это, на самом деле, отдельная тема для многих людей, которые больше занимаются разработкой каких-то реализов критических. Можете еще пару слов про перспективы НИПС? Про перспективы НИПС на самом деле сложный вопрос на самом деле, потому что у НИПС преимущество в том, что лицензивная архитектура стоит какую-то фиксированную маленькую сумму, то есть, что можно разрабатывать, если там даже есть примеры очень неоткрытых процессоров, они все очень дешевые для производителей. Поэтому в роутерах до сих пор очень много встречается НИПС. Но вот в современных роутерах 802.11ac все чаще и чаще встречается одноядерный Cortex-A9, двухядерный Cortex-A9, A7 и так далее. То есть там начинаются. Есть производители, которые разрабатывают НИПСовские процессоры. Всем известный воговский журнал, у которого была рекламная страничка там, процессор НИПС на НИПС в ядре. Теоретически есть производительные НИПСы, 64-битные, но в основном они используются только в Китае. Это Лонгсомы. На самом деле третий Лонгсом теоретически, очень даже хорошая штука, но достать ее почти не реально. Она стоит каких-то тоже бешеных денег. Точнее как, они говорят, да, конечно, хорошо, мы вам продадим 500 долларов за материнскую плату с процессором, с памятью. Ну, только, пожалуйста, заказывайте портят 100 тысяч штук. Как-то вот так. Ну, и там 100 тысяч мало, ну, можем там тысячу штук по 800 за каждую продать. Ну, понятное дело, тысячу плату никогда не продажные, как какой-то такой дивизии. Реально, а каких-то вот железок, железки есть на Лонгсомы втором, которые довольно медленные, они сильно, на самом деле, переработали в третьем Лонгсомы. В третьем Лонгсомы, там, 64-битный ВИПС, если я так не помню. Вот. То есть, перспективы есть, но мало очень производителей, которые занимаются сейчас. Все почему-то сейчас, все очень любят сейчас Arma, как-то Бунда. В Китае там много еще на ВИПС? Обычно, если я правильно помню, одноядерные, я не помню, были двухядерные или нет. В общем, работает оно довольно медленно, плюс у них, опять же, все проблемы с графикой, ты получаешь полна, потому что графика у них, опять же, какая-то своя. Поддержка в Linux этого всего дела тоже, в общем, под большим вопросом. То есть, какая-то поддержка есть, даже, потому что в Dayline не очень хорошая. Вот. А Лонгсомы третьи, они обладают вся экспрессом, туда можно нормальную видеокарту какую-нибудь открыть. Теоретически получить, там, какие-нибудь, рабочие открытые драйверы от IT, в смысле, на таймдэ, и какой-нибудь изменяемый 2D, теоретически. А откуда вы все это знаете? Это просто увлекаюсь, честно говоря. Честно говоря, это просто хобби. Ну, мне, не знаю, это скорее у меня... То есть, как бы, я по образованию инженер микроэлектроничек, при том, что паяни держать в упрах не умею, и разрабатывать микроэлектроник тоже. Но это неважно. Вот. И потому что, вы не верите, мне нравились больше всего курсы по какому-то там, низкоурованию программирования и так далее. Вот. Но так как в России это, опять же, не востребовано, оно осталось на уровне хобби. То есть, я увлекался чтением информации про разные архитектуры, даже пытался учить какие-то ассемблеры по некоторой из них, но все это за 12 лет уже забылось. Точнее, за ненадобностью обычно. То есть, сейчас у меня просто, как бы, вот, ну, просто приятно иметь какую-то железку, которая, не знаю, маленькая компактная фигулинка, которая работать вполне устраивает, как для какого-нибудь браузинга в интернете. Потому что я пытаюсь сделать из того же джетсона у себя дома. Вот. И вполне более-менее даже получается. Ну и как-то так. Ну, в данной ситуации обычно, по большей части, да. У них, по-моему, могут ДСП подключаться, как внешний сопроцессор по внешней шине и тоже иметь доступ, как к сопроцессору, потому что у них там есть специальные заморочки по поводу доступа к сопроцессору. Но обычно это именно в одном чипе, потому что армы позиционируются, используются как высокоинтегрированная штука, с системной крестами, она к ним вполне применима. Термин-то оттуда и пошел. Спасибо. Ну, если больше никого вопросов, то спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ